За прошлый год 18 человек погибли и 83 получили травмы в результате ДТП на территории Алданского района. Причиной подавляющего большинства аварий остается несоблюдение правил безопасности, ну и пьяная езда. Татьяна Вахнина подробнее. В результате дорожно-транспортных происшествий в 2016 году в Алданском районе погибших оказалось втрое больше, нежели годом ранее. Это выдержка из отчетных данных госавтоинспекции. По сравнению с 2015-м отмечается негативная тенденция. Рост общего количества ДТП составил 16%. За 2016 год у нас зарегистрировано 63 должностных происшествий, к сожалению, при которых погибло 18 человек у нас и различные степени ранения у нас получило 83 человека. Ситуация как на межселенных, так и на городских магистралях остается напряженной. Из 63 зарегистрированных автоаварий более половины произошло на федеральной дороге Лена. Алданский район является транзитным и в третий случаев виновными признаны водители, проезжавшие мимо. В числе основных причин сотрудники ГИБДД называют невнимательность при совершении обгонов, несоблюдение дистанции и превышение скоростного режима. Хочу пожелать всем участникам дорожного движения, а также водителям, соблюдать правила дорожного движения, не превышать скоростный режим, не садиться за руль автотранспорта в нетрезвом состоянии. Аварийные ситуации создают и любители покататься в нетрезвом виде. В прошлом году по вине пьяных за рулем погибло 5 человек. За неполные три недели января 2017-го было задержано более 10 водителей в состоянии опьянения. На сегодняшний день уже задержано 12 водителей, управляющих в нетрезвом состоянии, также один в наркотическом опьянении. Большое внимание сотрудники ГИБДД по Алданскому району уделяют профилактической работе. С целью снижения количества дорожно-транспортных происшествий проводится комплекс мероприятий, как на дорогах, так и в местах массового скопления людей.